очагов тв представляет здрасьте я из города москва вы не что что я я откуда украина город очаков отлично если хотите говорить давайте я здесь говорю на тему войны между россией и украиной в основном смотрите мы даже с вами не представились меня зовут александр а вот как владимир меня зовут владимир очень приятно владимир или в полу дита владимир владимир можете называть володимир как вам удобнее как-то все равно я делаю в этом нет владимир владимир меня зовут владимир ну да по-русски как положено давайте продолжим давайте какие у вас есть вопросы задавайте думаете с чего началась вот это все в канале это конечно не в канале тоже сейчас происходит между украины военная в канале вы стесняетесь назвать войну или как я не совсем понял можно ее назвать война хотя это конечно война до конца это все равно называть своими именами это не полноценно почему чем она отличается от полноценной можно узнать полноценно если бы была бы мобилизация в российской федерации то если была бы объявлена война на сторону украины но понимаете здесь мобилизация была бы такая что ну понимаете 150 миллионов против ухиллиантов которые прямо около 20 ушли ну вы понимаете что в принципе снесли бы украину однозначно если а почему нет сносят тогда что случилось не хотят да потому что еще идет такая специальная военная операция чем специальная военная операция отличается от войны когда а вы понимаете что такое мобилизация мой вопрос а потом я буду на вас отвечать давайте по очереди вопрос ответ так это работает обычно работает это так да чем отличается война от специальной военной операции открыть пожалуй смотрите смотрите привожу пример на великой отечественной войне когда когда мобилизуется полностью все когда переходят на мобилизационные действия полностью все производство полностью все переходит именно на ну на военные у нас это переходит против или нет если это перейдет когда до экономика начнет работать исключительно только на войну когда все предприятия полностью вот начнут работать исключительно на войну когда будут призывать не только призывать а ну в принципе будут призываться в принципе все население страны на мобилизацию безусловно без тцк как у вас там на украине а просто ты обязан найти туда это будет война да нет это тогда будет реальная мобилизация именно российских войск нет я спросил в чем разница между войной и спецоперацией вы так и не отвечаете на мой вопрос вы меня услышали или нет да вы мне не ответили на мой вопрос а вы меня не услышали я вас слушал внимательно специальная военная операция страны именно россии это частично и украина идет война или нет не бывает что с одной стороны специальная военная операция другой война идут военные действия а война идет или нет а кто-нибудь кому-то объявлял ответственно мой вопрос вопросом вы отвечаете вопрос ответьте вы понимаете что такое война да я не понимаете а вы меня дослушайте когда начинается именно война самое настоящее когда одна страна объявляет войну другой стране кто вам сказал это гибрид кто вам сказал такую глупость можно узнать какую глупость что настоящая война начинается только поток кто-то кому-то и объявляет хорошо давайте вспомним великой ответьте на мой вопрос кто стал такую глупость какую глупость то что без объявления войны это не война вы меня расскажите пожалуйста вы не можете ответить на мой вопрос да почему а буду говорить что вообще так я же вас спросил кто вам сказал такую глупость откуда вы взяли такую глупость что не объявив войну это войной не считается ответьте на мой вопрос а как вообще во всем мире ответьте на мой вопрос вы вопросом отвечаете ответом ответьте как вам ответить сколь вы ничего не говорить то вообще я вам четыре раза дал один тот же вопрос от плохо отца слуха повторите повторите внимательно слушаю вас то значит повторяю для особо понятливо кто вам сказал такую глупость да кто он сказал такую глупость что без объявления войны это не считается войной сейчас дошло давать с пятого раза или тоже или еще раз повторить именно вы мне сказали эту именно глупость не понимаю что когда начинается война что что когда начинается война когда начинается война отвечу успокойтесь не горячите чего успокойтесь не горить отвечаю война называется война я называю война называется войной тогда когда она имеет место оба и у слова война есть определение которое вы по всей видимости я же не закончил зачем у меня перебиваете которая вы по всей видимости не знаете так вот если вы прочтете слова война вы поймете что идет форменная война а теперь шестой раз вам повторяю мой вопрос кто он сказал такую глупость что если не объявили то это не война ответьте на мой вопрос 6 раз я вам задавал вопрос давайте слушаем а я вам седьмой раз могу задать вопрос а что такое война вопрос не надо задавать ответьте на мой вопрос а потом задавайте свой дураке в ответе к ответе как вы считаете а в чем идиотизм этого вопрос а что такое война каким источником вы пользовались который вам сказал назначу утверждать что это на не объявлено этого и был на каком основании у меня вот просто клава рос а что такое война то есть вы восьмой раз я вам задал вопрос вы на него ответить не можете правильно вы не ответе что такое война апостолки аматы четкой война вы ответе на мой вопрос или не а вы уверены что вы сможете на него да конечно смогу ну давайте попробуем а вы ответе после этого на мой вопрос или нет вы хотя бы ответе что такое война пусть только я отвечу на ваш вопрос вы на мой предыдущий ответить нет нет это не не подходит я вам задаю вопрос я жду от вас ответа вы не задаете братьям даю ответ так же это называется диалог совершенно верно вы вы восемь раз не хотите ответить на мой вопрос почему но вы же для себя решили что я восемь раз вам не ответил ну какие-то глупейшие вопросы а в чем глупость моего вопроса можно а чего вы взяли что сейчас идет и у чего и вопросов на вопрос отвечаете потому что просто на каком основании вы решили что эти не объявлено то это не война я уже и так и так вам задаю неужели вы до вас не доходит по целый вопрос по всем принципам принципе видимо какие принципы озвучьте мне хоть один принцип такой во все времена где вы взяли где могу его наступает на другой объявляет войну и так далее сейчас это все гибридные воины это все про войны и тогда что не так 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 ответьте где вы взяли такую глупость что без объявления это не война вопрос вы на мой не ответили на какую где вы взяли такую глупость если не объявлено то это не война нет а где война тогда идет между россией украина идет война это про все война но это война а вы понимаете что такое прокси нет объясните что такое прокси война когда они объявили это прокси а когда объявили то это не прокси ну по вашей логике правильно так получается руками другие я знаю как раз на что такое прокси к войне между россии и украины отношения отношения не имеет меня дурачка тогда не делаете да вы же мы сейчас делать тот кем кем вы являетесь когда у меня вопрос мы с вами будем для ваших подписчиков что-то расскажем о их карьере ну естественно для погибли на помощь или мы будем общаться действительно на нормальном языке вы мне восемь раз девять раз не ответили на один вопрос у вас есть подписчики есть конечно есть отлично тогда давайте так вот вы своим подписчикам рассказываете все что угодно но вы прекрасно знаете о чем мы с вами только сейчас хорошего прекрасного и так далее подписчикам удачи и так далее вы знаете о чем мы сейчас говорить так вы не отвечаете на вопрос не пойму как это не пойму попытаетесь у меня подписчики очень умные люди очень продвинутые в отличие от ответьте ответьте на вопрос все да давайте свою слабость никакой слабости вы прекрасно знаете о чем я говорил удачу вам удачу капец конечно это что-то друзья это что-то и